здравствуйте дорогие рукодельницы по совету своей зрительнице я попробовала сделать вот коврик с обрезками трикотажа у меня были из отелье много обрезков и вот красный это я вот на даче детскую футболку старую которая уже никому не подходит раздербанила на кусочки и тоже сделала и сюда я добавила ленты с петельками шнуров которые у меня уже были готовы остались просто вот от этого коврика который я делала из шнура вот желтые петельки тоже у меня были заготовлены вот белые я их самый первый ряд потом в серединке один рядочек пихнула решила я хочу сказать что конечно легче чем сенель резать но все равно такое количество порезать кусочков у меня например уже небольшие мозоли от ножниц на руках на руке на правой получились поэтому тут тоже надо может быть не с таким энтузиазмом браться в не за один день все сделать а так сначала потихоньку наготовить этих кусочков это я прям сразу какого-то с головой бросаюсь все что придумалось или увидела или узнала и еще хочу сказать я сделала яркий мне на дачу пойдет на даче можно яркий а если вы делаете в квартиру и не хотите вот такие яркие расцветки но бывает что вот не подходит по интерьеру такие вот яркие расцветки разноцветные то можно ведь сделать это все однотонные серых футболок там из черных из белых можно вообще из одного цвета какого-то выбрать вот прям вот или такие цвета которые вот ну прям вот один и другого почти не отличаются разные оттенки серого например туда вкрапление немножко белого но сами смотрите это можно тогда сделать и в квартиру и будет смотреться нормально органично я это сделала мне чем ярче картинка на заставке к видео тем больше народу кидается посмотреть но не само если честно нравятся яркие цвета у меня такое хотя иногда конечно бывает что и что-нибудь такое вот спокойно их хочется но мне нравится прям вот очень этот коврик он потяжелее конечно получился чем из шнура потому что трикотаж тяжелее его больше и вот там где он даже вот трубочками вот здесь вот в центре прямо смотрите как салют прямо мне прямо очень понравилось я надеюсь что и вам тоже понравится но вообще-то я собиралась показать не этот коврик я хочу делать немножко другой совсем другой тоже из трикотажа но сначала я покажу как я этот вот ну немножечко покажу как я это делала а уже в следующем видео тогда я сделаю другой коврик тоже из трикотажных лент сначала у меня не очень быстро дело шло потому что я по одной штучки подсовывала под лапку и так это как-то очень медленно все получалось поэтому я потом стала немножечко более по точным методом подкладывать девочки очень важно прямо гораздо удобнее шить если сначала вот ленту загладить вот этот вот заломчик который вы за подворачиваем что его загладить тогда на него не придется тратить внимание ваше и еще момент я сначала по одной штучке подкладывала прошивала и как-то их расправляла эти кусочки трикотажа а потом стала прямо вот подкладывать по несколько штук сразу дело пошло быстрее и вот еще то что я вот прям рядышком справа от лапки положила все свои кусочки трикотажа и тоже ускоряет чем вот мотать рукой постоянно набрать издалека их вот которые ровные вот такие вот не заворачивающиеся я их сама вот немножечко подворачиваю чтобы все однородное такое достаточно было по длине тоже они примерно одинаковые но какие-то короче какие-то длиннее я вот тоже тут потом перестала заморачиваться потому что они все равно так торчат во все стороны то что и незаметно что какая-то короче какая-то длиннее даже может быть интереснее от этого вид получается когда разные длинные здесь я уже первую ленту с петельками нашила и пришиваю вот следующий ряд уже у меня с трикотажными кусочками я хочу сказать ну я просто подумала ну что у меня эти вот ленты с петельками которые остались ведь я не скоро я возьмусь новый коврик с веревками с этими со шнуром делать может даже вообще никогда что они у меня будут мотыляться надо их потратить потому что ну лежат вроде сделанный труд какое-то время потрачено на них и выкинуть жалко и переделать ни к чему никак а тут как раз вот такая возможность приятная получилось что можно сюда их добавить в этот коврик девочки я хотела напомнить не забывать ставить лайки писать комментарии и конечно же кто не подписан подписывайтесь на мой канал я хотела показать еще заднюю сторону вот так выглядит задняя сторона там не подруга отдала свой поддеяльник который ей уже надоел в бабочках очень даже нарядно получается что я хотел сказать но так как он потяжелее больше здесь в трикотаж ткани всяких поэтому конечно если его стирать то сохнуть он будет гораздо дольше чем который со шнуром но выглядит конечно мне край очень нравится прям бомбический коврик поэтому большое спасибо зрительницы моей елене егоровне она мне в комментариях написала что можно вот из футболок из трикотажа сделать она сказал что это типа лепачихи называется ну так как такая техника видимо когда вот такими кусочками ткани мне прям вообще бомбически особенно центр если делать вот такой вот весь наверное тоже прикольно будет выглядеть если из разных кусочек но разные полосочки разного цвета трикотажа пришивать но и так тоже мне прям прям очень нравится вот я рядом положила коврик со шнуром как бы получается сделаны то они в одной технике на ленту нашивается что угодно хоть кусочки трикотажа хоть шнурок хоть конвертики из тюля помните мы делали как я делала этот коврик кто не смотрел видео я ссылочку оставлю в описании к видео классные девочки я хотела сказать вот кто недавно в ю тубе смотрит и когда говорю ссылочка в описании к видео описании это под правым нижним углом экрана где вы смотрите видео там маленькая серенькая галочка вот надо на нее нажать и откроется описание к видео и если вы подписаны нажмите пожалуйста колокольчик с маленький серенький справа от кнопки подписаться в этом случае вам будут приходить все обо всех моих видео уведомления и вы ничего не пропустите ну и на этом заканчиваю спасибо большое что досмотрели до конца не забудьте подписаться если вы еще не подписаны ставьте лайк пишите комментарии всего хорошего